Дамы и господа, на телеканале Россия Культура музыкальная программа Клуб Шаболовка 37. Сегодня в гостях академический и джазовый пианист, певец и аранжировщик Олег Акуратов. Альт-поп и джаз-вокалиста, автор песен Фонтине. При участии команды Эллин Крик Крю. Встречайте, Вадим Эллин Крик. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в клубе Шаболовка 37 на телеканале Россия Культура. И у нас так много живой и настоящей музыки, что Эллин Крик Крю каждую заставку играет тоже вживую. Дорогие друзья, я счастлив пригласить на эту сцену выдающегося музыканта Олега Акуратова. Аплодисменты И совершенно невероятная альт-поп и джаз-вокалистка Фонтине и ее группа. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Фонтине. Здравствуй. Как у тебя дела? Знаешь, я каждый раз так рад тебя видеть, что теряю дар речи. Надеюсь, он будет возвращаться ко мне как минимум к концу программы. Ты же знаешь чудесную шутку про певицу, которая была настолько красивой, что ей сказали, не надо петь, ты просто ходи. И у меня вопрос вообще с твоей внешностью. Ты могла бы и не петь, а при этом поешь. Вот перед тобой был открыт весь мир. Ты могла идти в любом направлении. Почему музыка? Ой, на самом деле я не знала, что я буду заниматься музыкой. Я училась на юриста и бухгалтера. Я знаю, это звучит очень смешно. И вот на тему луков, да, как я выгляжу, я долгое время очень смущалась выступать на сцене. И в начале моей карьеры я постоянно выступала с какой-то маской нарисованной на лице. Я не ставила свое лицо на обложки никакие. Потому что я хотела, чтобы слышали именно меня, а не хотели, чтобы я просто ходила по сцене. Хорошо, тогда расскажи, вот такая невероятная внешность, чистейший русский язык. Вот как так получилось? Ну, вот пока летела из Нью-Йорка, там открыла словарь. Тогда давай что-нибудь споем. Наверняка, когда летела из Нью-Йорка, успела еще выучить ноты, тексты и подготовить несколько песен. Написать их все, сделать продакшн, все подряд. Ну, давай, начнем с песни, называется «Recover». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, конечно же, Артем Баскаков на Дайсе Меня зовут Контина, вы уже знаете на всякий случай Не помню, где это было может быть, даже в Нью-Йорке И ты мне рассказала, что ты продаешь свою квартиру в Австралии или сдаешь ее кому-то Дом Извини, прости, пожалуйста Дом, конечно, дом И что вот эти два чемодана которые у тебя были это весь твой дом с которым ты перемещаешься по миру, по гостиницам Закончился этот период в своей жизни или нет? Есть ли где тебе жить сейчас? Вообще, что у тебя происходит географически? Ну, к счастью, есть где жить Это радует И вот уже год, как живу в Москве и уже меня намного больше, чем два чемодана Но я помню, кстати, этот разговор как ни странно И в тот момент это была такая интересная для меня ситуация потому что я тоже привыкла именно иметь свой угол свой край какое-то место, которое является домом Потому что у нас такая сумбурная жизнь у меня постоянно отели и то и все, и все и хочется, чтобы вернуться куда-то, где свое Вот Но в тот момент было интересно понимать насколько мало нам надо То есть вот у меня было два чемодана и больше ничего как бы не было И я ни почему не скучала То есть мне не надо было ничего Вообще ничего не надо Вот есть, что есть и все, и хватит И И начинаешь понимать, что на самом деле единственное, что надо это вот, чтобы тебе нравилось что ты делаешь чтобы у тебя было хватало на то, что ты себя чувствуешь адекватно и естественно чтобы, конечно, были хорошие люди в окружении Вот это прям я поняла очень важно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Олег, спасибо, что ты с нами Здравствуй, Вадим Спасибо, что пригласил меня сюда Я первый раз здесь на этой замечательной передаче в клубе Шабалавка 37 на телеканале Россия Культура Мне так очень приятно быть здесь и находиться в такой прекрасной, шикарной аудитории. Ты начинал как академический пианист. Да. В какой-то момент ты стал играть джаз, а сейчас ты одинаково успешно играешь в обоих жанрах. Для меня дело в том, что оба направления очень дороги. И когда ты занимаешься и тем, и тем, то ты ищешь какие-то идеи, что-то придумываешь новое, какой-то для себя репертуар учишь. И когда ты играешь классику, ты чувствуешь это по-другому, ты чувствуешь какие-то состояния души, состояние чего-то иного, чего-то другого. А когда ты играешь джаз, ты погружаешься просто в импровизацию, ты придумываешь самостоятельные какие-то вещи, которые тебе необходимы. И делаешь аранжировки, ищешь, что тебе необходимо и как тебе это удается. Да, мне это очень нравится. Олег, а скажи, я не могу не спросить, а ты учишь академические произведения на слух? Сейчас, да. Раньше учил по Брайлю, а сейчас на слух с помощью компьютерных программ, которые замедляют темпы. Вот это очень интересная находка. Ты выбираешь темп, который тебе нужен, и просто замедляешь его, и учишь несколько раз какой-то отрывок, какой-то кусочек, и запоминаешь его двумя руками сразу же. Для меня это просто невероятно, как можно услышать все это многоголосие, все это огромное количество нот, и тисситурно, и еще двумя руками на рояле. Это просто восхищает. Спасибо. Сегодня ты пришел с двумя выдающимися джазовыми музыкантами. Это Сергей Корчагин и Эдуард Зизак. Ну и, собственно, то, ради чего ты пришел. Мы с удовольствием послушаем, как ты играешь в джаз. Спасибо большое. Также хочу вам сыграть свою аранжировку собственную замечательного произведения, которое написано в 1954 году. Дизиги Леспи, и она называется «Кональма», что в переводе с испанского означает «С душой». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Браво. Блестящая аранжировка, очень тонкая. И ты знаешь, я подумал, что вопреки распространённому мнению у нас на программе не так много джаза, как мне бы хотелось. Поэтому огромное спасибо тебе, что ты принёс тот самый настоящий джаз на нашу программу. Спасибо огромное. Спасибо. Понтини, я знаю, что ты не позиционируешь себя как только джазовая певица, а слово альт-поп через дефис я услышал вообще первый раз. Или это какой-то известный термин? Я знаю, что он известен мне. Но альтернативный поп называют. Инди-поп иногда. То есть всё-таки ты стесняешься говорить, что ты поёшь и популярную музыку? Нет, наоборот. Я хочу, чтобы больше люди знали, что я её пою. Я очень люблю джаз. И я часто вот говорю людям, что я не выбрала джаз. Джаз выбрал меня. Как-то так получилось. То есть я с ним познакомилась достаточно поздно. И стала его исполнять тоже достаточно поздно. И стал получаться как-то. До такой степени, что даже я, например, слушала артистов как там Ella Fitzgerald, Луи Армстронг, инструменталистов как Dizzy Gillespie и так далее. И я слушаю, насколько они реально талантливые. И мне казалось, что кто-то когда-то узнает, что я не настоящая джазовая певица. А теперь уже прошло много лет. И как бы всё, мы уже с джазом достаточно тесно дружим. Но начинала я музыку именно просто вот с soul, pop. Вот такие вот влияния у меня были. И сама, когда я пишу авторские песни, они именно вот идут в таком направлении. Вот то, что я сегодня исполняю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и самое время тогда проиллюстрировать тот самый альт-поп, который ты исполняешь. Ну, обычно да, я бы сказала. Но просто следующая песня, она вообще-то идёт с такими латинскими уклонениями. Латинские корни у меня. Я наполовину доминиканка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. И... АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда уже расскажи, на вторую половину ты кто? А на вторую россиянка. АПЛОДИСМЕНТЫ Россиянка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Родилась в Москве. Коренная москвичка. Так что... Хотя здесь не жила 20 лет. Что... Не знаю, считается ли это. Вот. Ну, в общем, эта песня, она следующая. Она будет на испанском языке. В Доминиканской республике мы разговариваем на испанском языке. Там есть такая музыка, жанр, называется бачата. И эта песня, она не будет такая вот прям традициональная бачата, потому что это прям... Ну, это уже совсем другая история. Вот. Но здесь есть такие вот оттеночки этого жанра. Песня называется «Бачата де Роса». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Близкий друг моего отца. Он говорил, вот тебе нужно познакомиться обязательно с Игорем Михайловичем. И в то же время он то же самое говорил Игорю. Я в тот момент еще жила в Австралии. И я приезжала в Москву. Его не было, он на гастролях был. А когда меня не было, то он был здесь. То есть как-то не сходилось. И как-то раз было, что я приехала в Москву, мы просто так подошли. Типа, вот мы друзья Славы. Можно с вами спеть одну песню? Он на меня так смотрит. Ну как? Игорь смотрит обычно достаточно уверенно в себе. Но мне показалось почему-то, что он как бы, наверное, и не хотел, чтобы какая-то непонятная девочка там у него пела. Вот, а я на него смотрю, я говорю, Игорь Михайлович, не бойтесь, я вас не подведу. Он говорит, а я не боюсь. Потому что он у нас бесстрашный. Ну и я, конечно, спела вот эту вот одну песню. Я, честно говоря, даже не помню, какая это была. Какая-то хорошая. Очень хорошая, потому что ему, видно, понравилось. Пантиня, я тоже абсолютно бесстрашный человек. Да. Поэтому ты можешь сейчас спеть любую песню. Да, хорошо. Я спою песню, которая называется Who are you? Это значит Ты кто? Или кто ты такой? Не знаю. Who are you? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень такую интересную композицию, мою авторскую. Это уже песня будет на английском языке. Но вы знаете, что я очень люблю русскую поэзию, поэзию классиков, поэзию Серебряного века. Особенности творчества Сергея Александровича Есенина. Потому что мне все делают комплимент, что я похож на Сергея Александровича Есенина. Но я, честно говоря, сам не знаю. Я считаю, что это не комплимент, это очевидность. Мне об этом говорят все, на самом деле. Многие. Олег, прости, а я правильно понял, что ты любишь Есенина? Композиция будет на стихе Есенина, но она будет на английском языке? Да, она будет на английском языке. Английский текст сделал такой поэт, и он переводчик нашей, кстати, русской литературы. Его зовут Джейсон Кэтс. И он сделал перевод стихотворения, которое называется «Отговорила роща золотая», которое было написано в 1924 году. Есть, конечно, другой романс на эти стихи, но я его не трогал, потому что хотел сделать свою авторскую композицию на эти замечательные стихи. Она называется «Голден Гроув». Почему ты не оставил русский текст? Просто появилась идея написать на английском. Абсолютно согласен. Этого достаточно. Да. Этого вполне достаточно. Спасибо. Абсолютно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Олег Акуратов! Спасибо! Дима Торзок 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 боксом и бразильским джиу-джитсу, но я знаю, что это случилось намного позже в Нью-Йорке. Там просто такое вот, у меня было ощущение, что нужно как-то себя защищать. Но чем больше я занималась спортом этим, тем больше я понимала, что как бы я себя реально не защищу. Мне нужно намного больше навыков, чтобы себя чувствовать, как будто я могу что-то там реально сделать. Ну, кстати, тоже неплохое знание, которое тебе дал спорт. Да, да, да. Я просто поняла, что если какая-то ситуация, то сначала бежим, потом, если это не получалось кулаками, если это, то уже там БЖЖ уже. Это у меня уже есть план действий. Я искренне надеюсь, что он никогда не сработает, а если сработает, то только на первом пункте. Да, только на первом. Мне очень нравятся твои песни, поэтому я с удовольствием послушаю еще одну. Большое спасибо. Эта песня называется «Сайдвок», что означает «Тротуар». Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Вот опять небес темнеет высь, Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая В ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая В ночные окна вглядываюсь я. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, Над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, Значит, ты не видал лучший город земли. И песня плывет, сердце поет Эти слова о тебе, Москва. Бывает все на свете хорошо, В чем дело сразу не поймешь, А просто летний дождь прошел, Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, Веселые глаза. А вмиг блестит затое кольцо, А вмиг бежит затое кольцо И летняя гроза. Я иду, шагаю по Москве, Но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан И тундру, и тайгу Над лодкой белый парус распущу, Пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, Под снегом я пиалу отыщу, И вспомню о Москве, И вспомню о Москве. КОЛОСА Спасибо огромное! Сегодня в гостях у нашего клуба были замечательные артисты. Мне кажется, именно они будут определять будущее не только российской, но и мировой музыки. Фонтини, Олег Аккуратов и Линкриг Крю. Они тоже будут определять будущее мировой музыки. К сожалению, я вынужден попрощаться с вами, но только на неделю. Ровно через неделю в клубе «Шаболовка-37» Вадим Линкриг и Линкриг Крю. Невероятные артисты и много-много живой музыки. У нас есть еще время для финального джема. Будьте с нами и слушайте только хорошую музыку. Эти артисты и много-много живой музыки. Единственные артисты и много-много живой музыки. Эти 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 артисты и много-много живой музыки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо!